Алистер Маккрат. Понимание Троицы. Глава шестая. Воплощенный Бог Иисус Христос. В одной из предыдущих глав я просил вас представить себе, что вы всю свою жизнь прожили в темнице, ничего не зная о внешнем мире. И вот приходит человек, который знает этот мир, и он рисует его вам на бумаге. Хотя ваше знание этого внешнего мира становится фрагментарным и путанным, вы, по крайней мере, начинаете понимать, что что-то существует за стенами вашего жилища. Теперь представьте себе другую ситуацию. Вы живете в темнице, зная по слухам или намекам, что за этими стенами что-то существует. Долгое время вы представляете себе, как выглядит тот мир, лёжа может быть по ночам, без сна, и надеясь, что когда-нибудь сможете увидеть его. Затем вы что-то слышите, какой-то шум со стороны одной из стен. Сначала это только лёгкий шорох. Вы прислушиваете, желая выяснить, не обманывает ли вас слух. Затем он становится громче, и вы понимаете, что там что-то происходит. Внезапно в стене появляется дыра размером в вашу ладонь, и вы понимаете, что кто-то просверливает её в стене. Когда пыль спадает, яркий луч света ослепляет вас. Вы так долго жили в темноте, что ваши глаза привыкли ко мраку и теперь должны адаптироваться к новой ситуации. Вы подползаете к дыре и смотрите через неё. И там, за толстой каменной стеной, вы видите внешний мир. Мир света и цвета, движения и звука. Дыра не настолько велика, чтобы вы могли увидеть всё. Звук искажён, так как он доходит до вас, как эхо, через дыру в стене. Но перед вами внезапно предстаёт новый, неизвестный вам мир. Вы были подготовлены к тому, что увидели. Так как видели этот мир раньше, нарисованный на бумаге. Но теперь вы впервые осознаёте всё значение тех двухмерных рисунков. Вы видите дерево, слегка сгибающееся под ветром, зеленеющее на фоне голубого неба. И понимаете, что было изображено на этом двухмерном одноцветном рисунке. И может быть, благоухание свежего воздуха с его ароматом цветов начинает проникать и освежать затхлый воздух вашей темницы. И внезапно перед вами начинает открываться новая перспектива вашего положения. Когда вы понимаете, что за вашими стенами существует волнующий новый мир, манящий, призывающий и приглашающий вас участвовать в нём. Он там, а вы здесь. Но каким-то образом он кажется вам намного ближе, чем вы могли себе представить. Параллель между этой аналогией и христианским пониманием воплощения совершенно ясна. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в сыне, который сияние славы и образ ипостаси его. Послание к евреям, глава 1 стихи с 1 по 3. Из ветхозаветных пророков, закона и писаний мы узнаём, что Бог постепенно открывал себя своему народу. Подобно людям, попавшим в темницу, его народ постепенно начинал понимать, что реальность, которую они могут видеть, гораздо шире. Рамки времени и пространства ограничивают описание реальности. Сначала они узнали многообразно, что такое Бог, через словесное описание, которое им дали пророки. Каждая стадия этого откровения кладёт основание для следующей стадии, пока, наконец, происходит великий прорыв. Но это не прорыв, сделанный людьми с их стороны стены, а прорыв, сделанный Богом с его стороны. Ветхий Завет приготавливает путь для этого прорыва, давая нам намёки, что представляет собой этот мир по ту сторону стены, и побуждая нас ожидать и различать звуки пробиваемого отверстия в стене. А затем, когда прорыв произошёл, преждеданные словесные описания Бога предстают перед нами в их истинном свете. Мы смогли понять, может быть, впервые, в чём их реальный смысл. Все те намёки на пришествие страдающего раба, книга пророка Исаии, глава 53, те слухи об оправдании страдающего праведника, Псалом 21, те обетования, что Господь внезапно придёт в храм свой, книга пророка Малахии, глава 3 стих 1, всё это предстаёт теперь в новом свете как реальность, о которой раньше свидетельствовали Словом. Теперь мы уже не зависим от описаний Бога, которые передавались от поколения к поколению. Бог сам посетил народ свой. Евангелие от Луки, глава 1, стих 68. Бог сам приходит к нам в лице Иисуса Христа. Не в славе, силе и величии приходит к нам Бог, а презрён и умолён, чтобы встретить нас там, где мы есть, в обличии, которое нам известно. Иисус Христос отражает, отображает и воплощает Того, Кто есть Бог. Иначе говоря, Иисус Христос есть Бог во плоти, Бог воплощённый. Для заключённого в темнице реальность была передана двухмерным одноцветным изображением дерева. И сравнив его с трёхмерной цветной реальной картиной, которую он увидел через дыру в стене, он изумился. Так вот, что это такое. Теперь я вижу, что эти карандашные линии изображают ветки, а эти фигуры – листья. Но не видя реальности, я не был уверен, что точно они изображают. То, что было не совсем ясным раньше и даже загадочным, внезапно становится реальным. Так и для христиан. Чтение Ветхого Завета позволяет увидеть в новом свете пришествие Бога в Иисусе Христе. Ветхозаветные законы и пророки предстают в новом свете, потому что то, о чём они говорят и на что указывают, внезапно становится нам доступным. Так Матфей указывает на пророчества. Например, 1 глава стихи 22-23, 2 глава стихи 5-6, 15-й стих, 17-я глава стихи 18-й и 23-й и 3-я глава стих 3-й. Матфей как бы говорит, «Теперь мы знаем, о чём были все эти пророчества. Через Иисуса Христа, которого мы признаём воплощённым Богом, становится возможной непосредственная и личная встреча между нами и Богом. Тот, кого великие ветхозаветные мужи знали косвенно и не до конца, берёт инициативу в свои руки и приходит к нам, как один из нас». Одним из самых сильных отрывков, описываемых связь между верой великих ветхозаветных героев и верой великих героев христианской эры в Новом Завете, является послание к евреям, глава 11 стих 1-й, глава 12 стих 2-й. Все эти люди знали, к чему подготавливают их обетования Божьи, даже если сами они не доживут до их исполнения. Читаем. Послание к евреям, глава 11 стих 13-й. «Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные». Сравниваем главой 11-й со стихами 39-й и 40-й. «Та же тема развита у Луки в повествовании о встрече между младенцем Иисусом и Симеоном». Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 25 по 35. Здесь Лука описывает реакцию старца, который понимает, что наконец наступил момент, которого он и множество других людей так ожидали, пришествия Бога к своему народу. Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 29 по 32. Почему же христиане верят, что Иисус есть Бог? Надо подчеркнуть, что эта вера не была решением какого-то одного заблуждающегося первохристианского мыслителя, а была обдуманным суждением всей христианской общины. Она основана на свидетельстве, которое они либо знали сами – жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа, либо на свидетельстве очевидцев, записанного в новозаветных документах. В длительных дебатах ранней церкви по этому вопросу не было найдено другого объяснения личности и значения Иисуса Христа, которое могло бы адекватно оправдать христианское познание Бога через Иисуса Христа или свидетельство Нового Завета, чем признание, что Христос – истинный Бог. Это был коллективный вывод многовекового опыта христианской общины, а не одностороннее решение какого-либо одного богослова. В Иисусе Христе мы встречаем никого иного, как живого Бога. Если бы Иисус Христос был просто человеком, то его влияние на наше представление о Боге было бы не большим, чем влияние любого другого человека, посвятившего себя этому вопросу. Но, с другой стороны, церковь тогда всегда утверждала, что столь упрощенное отождествление Иисуса Христа с Богом, отрицающее или пренебрегающее его человеческой сущностью, несовместимо с его земной жизнью. Опасность считать Иисуса Христа Богом и только Богом возникла, однако, лишь тогда, когда стали говорить, что Он есть Бог. И в наше время мы знаем некоторых противников идеи, что Иисус Христос – воплощенный Бог. Чаще всего мы слышим, что учение о воплощении просто нелогично. По утверждению некоторых современных богословов, говорить, что Иисус Христос есть Бог, столь же нелогично, что говорить, что круг есть квадрат. Человеческая природа Христа исключает Его божественность. Но так ли это? Остановимся на этом утверждении более подробно. Круг и квадрат относятся к геометрическим фигурам и взаимно исключают друг друга. Иными словами, круг не есть квадрат, треугольник или какая-то иная фигура. Говорить, что что-то является как кругом, так и квадратом, это прежде всего говорить, что это что-то является фигурой. Когда мы затем спрашиваем, какого же рода эта фигура, мы сталкиваемся с логическим противоречием. Нам говорят, что это две разные и одновременно взаимоисключающие фигуры. Такая же ситуация возникает в мире красок. Красный и синий взаимоисключаются в общем мире красок. Цвет может быть красным или синим, или каким-то иным, но не может быть одновременно и красным, и синим. Что является простым логическим противоречием, если мы говорим, что такой-то цвет является одновременно и красным, и синим. Но к какому общему логическому миру относятся Бог и человек? Почему Бог и человек логически несовместимы? Круг и квадрат – это две разные формы. Красный и синий – это два разных цвета. Бог и человек – это два разных... Два разных что? Дело просто в том, что они разные, и при этом ни в коей мере логически несовместимы. Вернемся еще раз к цветам и фигурам. Фигура не может быть одновременно кругом и квадратом, но она может быть красным квадратом. И в этом нет никакого логического противоречия. Эти два понятия относятся к разным логическим мирам. Красный и квадрат – это разные понятия, а понятие, что фигура является квадратом и одновременно красной, конечно же, не предполагает никакого противоречия. Так и Бог, и человек относятся к разным логическим мирам. И потому утверждение, что Иисус Христос является как Богом, так и человеком, не предполагает никакого логического противоречия. Более углубленный анализ вопроса логической связи между Богом и человеком в воплощении был проведен, может быть самым великим из всех английских богословов – Вильямом Окхемом. В XIV веке он показал, что идея воплощения не предполагает никакого логического противоречия и помогает нам лучше понять природу воплощения. И никак нельзя считать идею божественности Иисуса Христа абсурдной на том основании, что она предполагает логическое противоречие. Некоторые современные богословы также говорят нам, что учение о воплощении неприемлемо для современной ситуации, и все, что надо сказать об Иисусе Христе, можно сказать без ссылки на идею воплощения. Однако это отнюдь неверно. Приведем для ясности несколько примеров. Во-первых, почему мы вообще говорим об Иисусе Христе? Почему христианство выделяет Иисуса Христа и только Его, ставя Его выше всех людей? Традиционным ответом будет всегда то, что воскресение Иисуса Христа из мертвых указывает на Его божественность и потому устанавливает Его уникальность среди других людей. Несомненно, есть и другие люди, поведение и личность которых выделяет их среди других, как, например, Сократ в Древнем мире или Ганди в современном мире. Но мы уважаем этих людей исключительно как людей, а не как воплощение Бога. Поэтому уникальность Иисуса Христа для христиан заключается в том, кем Он был, а не только в том, что Он сказал и сделал. Иначе говоря, христиане всегда считали важными учения и образ жизни Иисуса Христа, потому что знали, кем Он был. Если же исключить идею, что Иисус Христос был воплотившимся Богом, как это предлагают нам сделать некоторые современные мыслители, то как тогда можем мы оправдать Его уникальное положение, которое Он всегда занимал для христиан? Ответ будет прост – никак. Что могут дать нам учения палестинца I века сегодня в совершенно иной культурной среде? Между палестиной I века и западом XX века существует огромный разрыв, и тот, кто не понял этого, очевидно, даже не подошел к разрешению этой сложной проблемы. Например, многие феминисты утверждают, что учение Иисуса Христа скомпрометировано Его принадлежностью к мужскому полу, как и патриархальность социального уклада, в котором Он жил. Тогда почему же мы должны уделять внимание Иисусу Христу? Как можем мы оправдать Его уникальность, ссылаясь на Его учение? Очевидно, мы не можем сделать этого, если не признаем, что Иисус Христос полностью отличался от нас. И это отличие является очень важным. Для традиционного христианства воплощение означает то, что Бог пришел к нам, как один из нас, обращаясь и призывая нас лично. Совсем не важно, когда это произошло в истории, но важно, что это произошло. И это говорит нам что-то очень важное о Боге. Если исключить идею воплощения, то тогда это означает, что Иисус Христос был просто еврейским раввином в далекую от нас эпоху, учение и образ жизни которого могли выделить Его в то время, но который к нашему времени имеет мало отношения. Становится, по крайней мере, трудным, и многие даже скажут, совершенно невозможным, оправдать уникальное положение Иисуса Христа, которое Он всегда занимал для христиан. Не будучи центром христианской веры, Он становится мертвой исторической личностью. И, как готовы признать даже многие критики воплощения, христиане просто не связывают Иисуса Христа с исторической личностью далекого прошлого, но признают Его вечно живым Господом. Они не считают Его учителем далекого прошлого, давно умершим раввином или гуру. Они знают Его как своего воскресшего Господа, как того, кому они поклоняются и через которого они познают живого Бога. Учение о воплощении сохраняет глубокие проникновения, без которых Иисус Христос становится полузабытым историческим основателем религии, которая теперь может обойтись и без Него. Не верить в воплощение – это значит вообще не видеть центральности Иисуса Христа для христианской веры. Вторым важным моментом является возникновение особой формы атеизма в ХХ веке. Это движение иногда называется атеизмом протеста на том основании, что оно протестует в кавычках против определенного понимания Бога. ХХ век был свидетелем человеческой жестокости и зверств, которые редко встретишь в мировой истории. Ужасы Второй мировой войны в Европе, сталинских гонений в Советском Союзе, нацистских концентрационных лагерей и программ геноцида в Юго-Восточной Азии – все это заставило многих людей задуматься над вопросом, какое место занимает Бог в этом мире страданий. Отказаться от идеи воплощения – это значит отказаться от основополагающего христианского проникновения, что во Христе Бог сам подверг себя жестокости и злу этого мира. Это проникновение особенно сильно описано в небольшом очерке под названием «Долгое молчание». Долгое молчание В конце времени миллиарды людей собрались в большой долине перед престолом Божьим. Большинство из них отошло подальше от яркого света, исходящего от него. Но несколько групп, стоящих возле престола, горячо спорили, но не раболепно, а воинственно. Может ли Бог судить? Откуда ему знать о страданиях? Резко заявила дерзкая молодая принетка. Она засучила рукав и показала вытатуированный номер нацистского концентрационного лагеря. «Мы испытали ужасы террора, побоев, мучения и смерть». В другой группе негритянский мальчик расстегнул воротник и показал свою шею. «А что вы скажете об этом?» спросил он, показывая красный след от веревки. «Линчеванный, но не за преступление, а только за то, что я черный». Еще в одной группе была беременная школьница с потухшими глазами. «Почему я должна страдать?» пробормотала она. «Это не моя вина». Во всей этой долине были сотни таких групп. Каждая жаловалась на Бога за то, что Он допустил зло и страдания в своем мире. «Как хорошо жилось Богу на небе, где все было прекрасно и светло, легко, где не было слез и страха, голода и ненависти». Что Бог знал обо всем? Что должен был протерпеть человек в этом мире? «Богу хорошо живется», – говорили они. Так каждая группа выдвинула своего предводителя, выбирая того, кто из них больше всего пострадал. Еврея, негра, человека из Хиросимы, подагрика. В центре долины они советовались друг с другом. Наконец они пришли к решению. Оно было довольно мудрым. Прежде чем Бог станет их судьей, Он должен испытать то, что испытали они. Он должен быть приговорен жить на земле, как человек. Пусть он родится евреем. Пусть законность его рождения будет подвергнута сомнению. Пусть его работа будет так тяжела, что даже его семья посчитает его сумасшедшим, когда он попытается ее выполнить. Пусть его предадут его лучшие друзья и родные. Пусть ему предъявят ложное обвинение. Пусть его допрашивает предвзятый следователь. Пусть приговор вынесет ему трусливый судья. Пусть его мучают. Наконец, пусть он увидит, что значит быть страшно одиноким. И затем пусть он умрет. Пусть он умрет так, чтобы никто не усомнился, что он умер. И пусть множество свидетелей подтвердят это. Когда каждый предводитель провозгласил свой приговор, среди собравшейся толпы раздались громкие слова одобрения. И когда последний вынес свой приговор, наступило долгое молчание. Никто не произнес ни слова, никто не двигался, потому что они вдруг поняли, что Бог все это уже претерпел. Вполне возможно, что мы можем принести свои извинения через кого-то другого. Однако посылать другого извиниться за что-то, выразить свое соболезнование, едва ли означает самому находиться в ситуации страдания. Учение о воплощении заявляет, что Бог пострадал в Иисусе Христе. Поэтому Бог знает сам, что такое страдать. Он принял на себя человеческие страдания, дав им значение и достоинство через свое присутствие. Отказаться от идеи воплощения – это значит отказаться от идеи Бога, который приходит в мир страданий и печали. Это значит вернуться к околохристианскому представлению о Боге, который является удобной мишенью для критиков атеизма, протеста. В первой главе мы говорили о действии, которое оказало публикацией в 1963 году в Англии книги Джона Робинсона «Быть честным перед Богом». Газетная статья, в которой рекламировалась эта книга, имела поразительный заголовок «С нашим представлением о Боге надо покончить». И, видимо, этот заголовок, а не сама эта несколько претензиозная и отнюдь неоригинальная книга, оказалось сильное действие. Представлением о Боге, с которым, по мнению Робинсона, надо было покончить, был образ старца на небесах. Мы уже видели, сколь упрощенной и поверхностной была эта критика, но перед лицом беспощадной критики атеизма, протеста с образом Бога, который стоит в стороне и не участвует в этом мире страдания, действительно надо покончить, так как это образ невоплощенного Бога. Для традиционного христианства Бог пострадал во Христе на кресте, на Голгофе. Он принял на Себя страдания и грехи Своего творения, чтобы искупить Его. Беспощадные нападки атеизма, протеста, которые столь легко развенчивают невоплощенного Бога модернизма, бессильны перед Богом, который раскрыл нам Себя в Иисусе Христе, реальным Богом христианской веры, а не выдуманным Богом модернизма. Слова христианского поэта периода Первой мировой войны Стадерт Кеннеди с большой глубиной передают это истинное понимание Бога. Прочтем отрывок. «Бог, Бог, которого я люблю и которому поклоняюсь, царствует в скорби на древе, сломанный, истекающий кровью, но непобежденный, Бог Богов для меня». Представление о Боге, которому приводит отрицание воплощения, просто неприемлемо для XX века. И именно против этого представления о Боге направлены беспощадно резкие нападки атеизма. Если это такой Бог заявляет это влиятельное движение, то мы не можем поверить в него или воспринимать его серьезно. Атеизм имеет понятную тенденцию выбирать легкие мишени и мало найдется более легких мишеней, чем идея невоплощенного Бога. И не надо сетовать по поводу отказа от такого околохристианского представления о Боге, потому что вместо него появляется истинно христианское понимание Бога, воплотившегося в Иисусе Христе. И это еще раз со всей очевидностью показывает огромную важность воплощения. Не менее важным является толкование креста. По мнению некоторых современных богословов, крест надо рассматривать как не более чем проявление любви Божьей. Идею воплощения надо отвергнуть, говорят нам, как логическое противоречие. Однако идея смерти Иисуса Христа на кресте, и заметьте, что современные богословы не считают, что смерть была побеждена в воскресенье, показывающая любовь Божью, считается приемлемой для старого мира. И, к сожалению, она зависит от идеи воплощения. Мы более подробно остановимся на этом аргументе. Глубокое и истинное христианское проникновение в то, что смерть Иисуса Христа на кресте показывает всю степень любви Божьей к нам, основывается на признании того, что на кресте умирает никто иной, как Сын Божий. Иисус Христос, воплощенный Бог, возлюбил нас и предал Себя смерти на Голгофском кресте. Хотя мы продолжали еще быть грешниками, Бог сошел на землю и отдал Себя на смерть. И все это ради любви к грешному человеку. Об этом говорится в послании к римлянам, глава 5, стих 8. Слова Уильяма Блейка в его стихотворении «Иерусалим» хорошо выражают эту мысль. Иисус сказал, будешь ли ты любить того, кто не умер бы за тебя, или не умрет за того, кто умирает за тебя? Если Бог не умер за человека и не предал Себя навечно за человека, то человек не мог бы существовать, потому что человек есть любовь, как Бог есть любовь. Но что же остается от креста, если мы отрицаем, что воплощенный Бог был распят? Эти современные богословы говорят нам, что Иисус Христос – это не более чем прекрасный пример человека, человека более высокого порядка, чем мы, но тем не менее человека. На кресте, следовательно, мы видим умирающего человека. Он отдал свою жизнь не вместо кого-то другого, за исключением, может быть, воровы. Он был несправедливо казнен как преступник, подобно очень многим до него и после него. Можно говорить, что его смерть показывает любовь одного человека к подобным ему людям. Но Бог здесь ни при чем. Это не Бог был распят на кресте, это его прямо не касается. Короче говоря, никак нельзя говорить, что крест показывает любовь Бога к человеку. В лучшем случае он просто показывает один возможный путь и, конечно, не единственный и не лучший, которым один человек может проявить свою любовь к другим. Но является ли этот путь действительно основанием веры, которая побеждает неверие мира? Легче поверить в это, чем поверить в воплощенного Бога, предавшего себя за нас на кресте, но едва ли в это нужно верить. Многие критики идеи воплощения очевидно полагают, что идея Иисуса Христа как Бога и человека является спорной и рациональной догмой, изобретенной какими-то слабоумными мыслителями в период, когда процветало довольно примитивное мышление. Для большинства современных писателей требование веры в божественность Иисуса Христа считается абсурдным условием для вступления в члены церкви. Разве не должно быть церковное членство доступным для каждого? Почему надо заставлять признать такое абсурдное и иррациональное требование, прежде чем вступить в церковь? Христиане на это отвечают, что здесь имеет место просто элементарное непонимание. Приведем самый простой пример из обыденной жизни. Предположим, вы собираетесь приготовить омлет. Вы идете на кухню и там обнаруживаете три указания, каждый из которых предъявляет условия, которые вы должны соблюсти, если хотите приготовить омлет. Во-первых, вы должны надеть черные кожаные туфли. Во-вторых, вы должны заложить одну руку за спину и читать наизусть декларацию независимости, когда готовите омлет. В-третьих, вы должны, прежде чем приступить к приготовлению омлета, разбить яйца. Как же мы должны отнестись к этим требованиям? Первые два мы опускаем как абсурдные, выдуманные, возможно, производителями черных кожаных туфель или глупыми патриотами. Они не имеют никакого отношения к процессу приготовления омлета. Третье же, однако, просто является признанием реальности приготовления омлета. Вы не можете приготовить омлет, не разбив яйцо. Бессмысленно спорить по этому поводу, так как это просто задержит приготовление омлета. Критики воплощения, по-видимому, относят его к тому же классу абсурдных требований, что и первые два для приготовления омлета. Но более просвещенные мыслители понимают, что это просто утверждение сути положения дел. Как связь между скорлупой, содержанием яиц и омлетом требует, чтобы яйца были разбиты, прежде чем приготовить омлет, так и связь между Богом, человеком и Иисусом Христом требует признания, что Иисус Христос является как Богом, так и человеком. Это есть проникновение в природу вещей, утверждение природы реальности, как ее понимают христиане. Причины для такого утверждения очевидны и не могут быть отвергнуты на основании такой неосновательной критики. Христианская церковь утверждает, что ее требование для членства основывается на признании божественности Иисуса Христа, а отнюдь не является произвольным. Оно является существенным и основополагающим для существования церкви. Евангелие заявляет и утверждает, что Бог – живой Бог. Тот Бог, который сотворил Вселенную и нас, пошел на позорный крест во имя любви к нам, хотя мы и грешники. Воплощение дает смысл и гарантирует значение креста, доказывающего любовь Божью к нам. Непризнание первого означает отказ от второго. Слишком уж часто многие современные критики христианства по-видимому полагают, потому что они не дают себе труда доказать, что могут устранить элементы христианской веры, которые они считают неуместными, оставляют то, что действительно является неприкосновенным. Они, по-видимому, полагают, что существует своего рода религиозный эквивалент хирургической операции, которая может вырезать маленькую часть тела, не повредив остальным. Но это возможно, если речь идет о таком органе, как аппендикс, который не служит никакой полезной цели, но что, если это мозг или сердце? Вырежьте их, и тело перестанет функционировать. Эти органы исключительно необходимы для жизни тела, ибо они тесно связаны с другими органами, которые, в свою очередь, зависят от них. И несомненно, что учение о воплощении подобно человеческому сердцу, а не аппендиксу. Исключите его, и распадется вся ткань христианской верой. Электростанция веры перестанет действовать. Когда перестает биться человеческое сердце, наступление смерти – это просто вопрос времени. Этот момент можно отдалить путем таких искусственных средств, как жизнеподдерживающие системы, но это приведет только к временному оживлению, которое заканчивается в конце концов смертью. Так и с любой формой христианства, которая отвергает веру в воплощении, это просто вопрос времени, когда она умрет. Она может некоторое время сохранять внешние признаки жизни, но необходимый и фатальный процесс ее смерти все равно наступит. Одна из более курьезных чертов критики учения о воплощении заключается в том, что она стремится к самозащите. Критики в воплощении слишком часто, по-видимому, отвергают скучную книжную форму христианства, которой не хватает реальной жизненности и интереса, и которой не в состоянии никого обратить. Чистое и абстрактное богословие означает конец любого живого знания и полное отстранение от человеческого существования, как это столь убедительно показал русский мыслитель Николай Бердяев. Из истории мы знаем, что там, где христианство распространяется активно и энергично, оно это делает на основании твердой и убедительной веры в воскресение Иисуса Христа, воплощенного Бога. Отказаться от этой веры, став, например, унитарианцем, означает стать на путь, который исторически оказался духовно и богословски несостоятельным, ведущим в никуда. В этой главе мы показали важность признания воплощения, признания, что Иисус Христос есть никто иной, как Сам Бог. Это глубочайшее проникновение может быть оправданным как на основании новозаветного свидетельства, так и христианским опытом познания Бога в воскресшем Христе. Это также важно для структуры христианской веры. Устраните или отвергните это проникновение, и христианская вера потеряет свое значение. Альтернативы, предлагаемые теми, кто хочет заставить нас стать современными, в кавычках, не только неоправданы, но и совершенно неадекватны, не способны правильно передать христианское проникновение, которое даже многие современники признают существенным. Оно может вызвать интерес у интеллектуалов, которые читают Пруста или слушают Шостаковича, но оно недоступно и не обладает жизненностью и силой для огромного большинства людей, которые знают о необходимости своего спасения, но видят в современном понимании Иисуса Христа не более чем академического моралиста, не способного понять их, не говоря уже, чтобы искупить. Но для христианства Бог встречает людей именно такими, какие они есть, потому что Он Сам уже был таковым. Учение о воплощении позволяет, на самом деле оно требует, признать, что единственно верное представление о Боге, который когда-либо имел мир, мы находим в Иисусе Христе. Одна из наших проблем в признании Иисуса Христа Богом заключается в том, что мы склонны применять наши собственные идеи Бога к личности Иисуса Христа и затем стараться приспособить Его к нашему пониманию Бога. Но если мы отнесемся к идее самооткровения Бога в образе Иисусе Христе со всей серьезностью, которую она требует и заслуживает, то мы должны быть готовы изменить наше понимание Бога, даже модернизированное. Бог, как столь часто подчеркивал Льюис, это великий иконоборец, тот, кто разрушает наши предвзятые идеи о нем, чтобы самому показать нам, кто Он есть в действительности. И наше простое представление о Боге заменяется пониманием того, что Иисус Христос есть Бог. Если Иисус Христос есть Бог, то не говорит ли это что-то очень важное о самом Боге? Не означает ли это, что Бога следует отождествлять с Иисусом Христом? Как же тогда можем мы избежать предположения, что Иисус Христос является вторым Богом? В конце концов, разве Иисус Христос не молился Богу? И не пребывал ли Бог на небесах во время земного служения Иисуса Христа? Задавая подобные вопросы, мы сразу же начинаем различать путь, который ведет к исключительно христианскому пониманию Бога, к Тройце. Нам предстоит еще долгий путь, прежде чем мы придем туда, но признавая Иисуса Христа никем иным, как воплощенным Богом, мы становимся на твердый путь, ведущий к самому сокровенному из всех христианских учений. В следующей главе мы начнем медленно и осторожно идти по этому пути, когда приступим к изложению понимания Бога, который открыл себя нам в образе Иисуса Христа.